Мужчина, который жестоко избил сотрудниц и охранника больницы в Великом Новгороде, задержан. Следователи готовят ходатайство об аресте буйного пациента. Обе женщины серьезно пострадали. У одной сотрясения мозга, у ее коллеги перелом лицевых костей. Дело уже получило широкий резонанс. Кадры с места ЧП в материале Марины Светлой. Напавшего сначала на врачей, а после и на полицейских, мужчину допрашивают следователи. Ночь он провел в участке. Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Побои и нападение на представителей власти. Дебоширу грозит реальный тюремный срок. Известно, что нападавшему 38 лет. Вот камера наблюдения в больнице. Снимает, как подвыпивший мужчина, которого привезли сюда после драки в кафе. Сначала конфликтует с охранником. Медсестра и санитарка пытаются успокоить неадекватного человека. В результате он начинает жестоко избивать обеих. Бил настолько сильно, что одна из женщин не удержалась на ногах. Вторая пыталась ей помочь, но тоже получила травмы. В итоге у медсестры сломаны кости лица. У санитарки сотрясение мозга. Сейчас обе женщины госпитализированы. Стали конфликтовать с охранником. Видимо, охранник может замечание сделать, я не знаю. Но он стал охранника избивать. Стра и санитарка из приемного. Хотели вступиться за охранника. Ну и прекратить, что он прекратил избивать. Остановить пьяного мужчину смогли только подъехавшие полицейские. Нападавшего задержали. Ну и в отделении дебошир продолжал вести себя неадекватно. Громко ругался, а после накинулся с кулаками и на одного из сотрудников. Данное уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина Александр Ивановича принято к производству нашим следственным отделом. В настоящее время идет осмотр места происшествия. Допрашиваются потерпевшие, то есть работники медицинского учреждения, они сейчас находятся здесь. В следственном отделе идут допросы сотрудников полиции, которые выезжали на задержание. Разговоры о необходимых поправках в уголовный кодекс идут уже не первый год. На самом деле работа безработника рискованная. И, наверное, все-таки нужно ужесточить наказание за нападение на медработника. Ну, так же, как действует закон о отношении полицейских. Новый законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшие 6 месяцев. Если его примут, медицинские сотрудники получат особый статус. И тогда напавшему на врача будет грозить уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Ведь, по данным Минздрава, только за прошлый год в России на медиков напали 1226 раз.